За два стрима в одном окне. Хорош. Это ачивка сразу. Можно выдавать себе рорубы. Спасибо. Какой формат? Формат стандартный сингл-эллиминейшн. Было бы один час с третьего тура бы три, но самая главная фишка этого турнира, которая называется Банхаммеркап, в том, что банится основная раса. То есть сейчас, правда, они могли поставить эльфов, но уже какие-то пошли майнгеймсы. Для меня понятно, в общем-то, что не троша будет играть разок сыграют эльф на эльф. По-любому. То есть сейчас, в любом случае, если кто-то проиграет, он, скорее всего, поставит свою родную расу. Ну, как бы... Хотя... Хотя нет, она может быть десайдеровской. Да, она может быть десайдеровской. Если он знает, что противник не поставит эльфов, то есть ты первый ставишь расу, и он ставит ее, не может менять, то... то да, то... то может быть какой-то другой мачап. Вот. Но я думаю, что Нитрон готов играть... А Соник-то вообще какую вторую расу поставит, кроме эльфов? Третью, если что. Я не знаю Соника. Никто его не знает. Даже он сам будет сомневаться, я думаю, до конца. Ладно, сейчас у нас альянс против орды. Рифлы. Рифлы с Палычем, видимо. Так там же бан, сам не выберешь. Бан был в бо-1, то есть тебя банят расу, и ты банишь расу противника. И, соответственно, играли они все они своими родными расами. Но в бо-3 ты можешь выбрать родную расу, но... Если ты ею побеждаешь, то все, ее использовать не можешь. Я не знаю, сходя из какой логики, они стали уже друг друга передумывать и не начали с родных рас, типа не начали с эльфийского Мирора. Но... А, проигравший не может сменить расу. Проигравший не может сменить расу. Понятно. Вот это... Но это тогда да. Это тогда... Это... Это будет Нитрон, скорее всего, за альянс. Ну, потому что халява против орков, против Соника, орка сыграть с опытом Нитрона. Нитрон в свое время за альянс, в том числе, Дедмана убивал. Единично, но убивал. То есть он знает, как играть в рифлов. Он знает, как фокусить. Рифлы с орчами имеют очень много общего. Как бы раса альянсовская, он за нее наиграл, я думаю, ну, несколько тысяч точно игр наиграл суммарно за карьеру. То есть он знает хатки, он знает стратегии, он все знает. Но почему-то я полагал, что у него орки будут раз и следующие. Возможно, он не хотел просто Мирор играть, как вариант. Нитпок сильнее Шейка. А Шейк играет за... Кроме андетов, он за кого играет? Прибегает ФС. Какой неприятный. Харас, паладин еще не вышел, а тут уже рифла нашего грызут. Воу! Ну, рифл на это не подписывался явно. Магическая вышка не готова. Надо гонять рабочих, надо заказать двух рабочих заранее. Ну, сейчас выйдет второй рифл и выйдет палыч. Но самое главное, это магическая вышка, конечно же. Рифленый выходит не туда. Слушайте, никнеймы закрасить и можно подумать, что играют два каких-то странных человека на батлнете. Палыч идет спасать рифленого. Бах. Вот, с тремя рифлами уже можно воевать с этими. О, импульс. Еее! Ну, наконец-то! Я тебя так ждал. Ё-моё. Мой импульс. Если бы ты зарегался еще чуть-чуть пораньше, тебе бы ГГ плюс на халяву пришел бы. Спасибо, что зарегался. О, видите, уже рифленый начинает подстреливать. Ну, хотя... Да-да-да. Подбрили 20 экспы. Четвертый райфл. Здесь, конечно, значительно раньше грейд на Т2. Ну, билд такой. Для рифлов много всего хорошего нужно. И Blacksmith, и Леса. Ну, сейчас надо просто переключаться уже на этих... На волков. И спокойно идти выманивать, наверное, зеленую точку, крепиться. Подходит. Дробину волка закидываешь сразу же. Бах. 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 Просто, чтобы не расслаблялся пес. Подхилять еще одного рифла. Такой ранний грейд на атаку первой, сумасуете. Да, выманивает зеленую. Не видит, что здесь противник. Вообще, у него такой спонтанный урон, довольно... Ну, не спонтанный, а контролируемый урон. Очень высокий. Нага вторым героем. Вот это классно. Вот это очень классно, друзья. Такое продолжение пуша, чтобы Палычу было тяжело. Ну, и рифлам тяжело, естественно. И Палычу тяжело. Сейчас они на пару будут. Ух, как будут. Ой, кажется, увидел он Нагу. Сейчас еще сетку может кинуть тролль. Нагу увидел. Вообще не испугался, что ли? Лечение. Падает первый рифленый. Ополченцы очень поздно выбегают. Минус два волка. Пытается подрезать Нагу. Ой-ой-ой-ой, да ладно! Окружение шикарнейшее! Просто! Передает ТП, телепортируется. Но это агрессия, которая не сработала. Не доконтролил Соник Нагу. Но он должен был дистанцию держать. Кольцо выпадает Палычу. Это очень круто для него. Особенно если он будет играть в Ауру. Он, скорее всего, будет играть в Ауру, а не в диван. Да, Ауру поставил. Пять брони сейчас у него. Еще Форсира можно окружить! Да ладно! В общем, можно окружить. Ай, овца тупая! Ай, блин, овца помешала. Окружил все равно! О-о-о-о! Я хочу послушать Соника. Блин, он такой невозмутимый вообще. Минус Райфл. Как он контролит? Минус два Рюфла. Хорош! Блин, вы видите, как кликает? Блин, мы еще больше нужно больше золота. Неплохо. Но там Палыч двигается к третьему уровню. Но Рифлов терять, конечно, не очень хочется. Потому что крит масса, все дела. Масс Рифлов, состоящий из трех человек, это не очень хорошо. На развороте пытается тут поатаковать. Забирает одного волка. Блочит еще Гранта. Паладином нездоровым абсолютно. Кто вторым героем будет? Бладмейдж? Бладмейдж. Вот они на пару, конечно, могут наворотить. Потому что и у Форсира запас маны колоссальный. И у Наги тоже. Надо отсюда на телепорте уходить. Просто не это самое. Что ты делаешь? Познерриш принимает решение о телепорте. Это решение стоило ему Рифла, просто в чистом поле. И два барака Рифлы. Сони крепится хорош. Кольцово защиты плюс три. Заливают Палыча. Палычу нужен третий. Масс Рифлов какой-то не очень. Масс. Минус десять лимита сейчас у Нейтрона. Нарастерял он. Нарастерял. И по деньгам все ровно. Высасывает ману Огро. Все правильно делает. И Соник сейчас может еще крипджекнуть. Пошел Дрейн. Нужно ментов сразу брать. Не в бенде, а не у него, что ли. И телепорта нет. Здесь можно отдаться ведь. Третьего уровня нет. Минус Грант с одной стороны. Все страдают. Баниша нет, во-первых. Где ополченцы? Побежали менты. Дрейн. Падает Рифленый. Третий Палыч. Вот это важный момент. Третий Палыч, второе лечение. Это... И Гранта можно окружить. Окружает Гранта. Надо заливать этого Палычем. А он Дрейнит. Сетка прекрасна. Там маны нет. Не залил Палыч. С полной маны умирает Бладмейдж. Телепорта нет. Палыча бьют. Палыч пытается выйти из окружения. Рейдеров фокусит специально, чтобы сетки не было. Ее сам пытается окружить. Какие сумасшедшие просто тут моменты. Они стараются? Прям стараются. Форсир первого уровня, кстати. Уже второго. Палыч возвращается. Нужно срочно брать реген. Нужно восстанавливать Бладмейджа. Реген маны, конечно же, в первую очередь. Ему нужен. Рабочих восстанавливает. Где реген маны? Он недоконтроливает чуть-чуть. Бутылку даже взял, чтобы рифла попытаться спасти. Не успевает спасти рифленого. Привет, Каспер123. Здравствуй. И возвращается Бладмейдж. Заливает Палыча маной. В Оливерен ливает, но, видимо, ему играть нужно. Тут остался Огр, которого, кажется, доест все-таки. Да, доел. И главный предмет взял, Большую Бутылку Жизни. Второй левел у Бладмейджа. Это значит, что можно будет еще банить рифлов. И рабочий... Не-не-не, это случайно. Он думал, что здесь будет вписывание за нейтралов. А там нейтралов-то не осталось. Ну что, лимиты почти сравнялись. Соника по-прежнему чуть-чуть больше, но у него герои похуже по уровням. Все-таки здесь Палыч по-тичетвертый, там Нага третья. Ну, самое главное, что Палыч такой здоровый. А, у Волива стрим оффнулся, видимо, и на эту пал. Понял. Жалко. Зелье в исполнении падает. Пропивает Ресторэйшн Палычем, потому что у него проблемы со здоровьем. Купил свиток защиты. Ну, окей. Зачем банить рифлов, если чайник в голову прилетит? Ну, смотришь по мане, ты обычно дрейнишь сразу же ману. Там и чайник, и форкет. Наверное, банить рифлов нужно в том случае, когда ты уже первую... Обычно с чайника начинают вообще чайник, форкет, тратят ману. В тебя влетает там мана дрейн, и... Как правило, мана у тебя... Третий Тауриен. Это еще один источник, чтобы ману повысасывать. Ну, а... Ну, если добежит, конечно. В смысле, если не добежит. Заходит Нитрон на базу. Видит Т3. Перебежал с ополченцами. Минуснул сразу Бору. А Соник не готов. Соник докрепливается. Теряет как минимум два Борууса. Как минимум. Палет четвертый. И застраивается, чтобы к нему не прошли. Что? Толпицу. Так, так, так. Вот это просто... И как ему заходить сейчас Соник? У него все милишное. Ай да... Снитрон. Ай да сукин сын. Вы посмотрите, что творит. Все. А что ты сделаешь с этим? Господи, это гениально. Пришел. Лис с опилками застроил. Дай попробуй тут прорвись. Бладласт? Ага. Сейчас. Господи, там... Еле... Ну нет, просачиваются рейдеры. Просачивается Таурен. Стомп. Но... Рифлы стреляют шикарно. Просто шикарно стоят. Протекшн пошел. У героев уже нет маны. Толпятся. Ну, там частично толпятся. Сейчас уже прошли более-менее. Ну, там рабочие толпятся. Грант тоже немножечко. Баниш. А Палыч-то, кстати, без ТП. Да, у него есть инвул. Но... Он прожимает инвул. Падает корова. По лимиту все очень плохо у Соника. Единственный шанс это фокуснуть Палыча. Там вышки уже достраиваются. Палыча пытается фокуснуть. Палыча банят. Палыча каким-то макаром выталкивают. И все, пустые герои. Палыч спокойно, без предметов, без жизни. Но стоит и... Стоит и живет. Ой, хорошие. Хорошие нас ждут сегодня каточки. Нестандартные. Непредсказуемые. У Соника проблемы с экономикой. Вместо линии добычи, гора трупов. И своих чужих, всех вперемешку. Выходит Таурен. Дрейн, стомп. На лечение. И Лайтнинг щилл на Таурена, да ладно! Если бы он еще в рифло побежал. Заливают в Палыча ману. Палыч еле живой. Но сколько вытанковал вообще Бладмейдж. В Палыча лезут. Надо отменять... Нет, не надо отменять вышку. Падает Таурен. Подчеркиваю, Никуин поддержал ваш канал. Тихо, 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 тихо. Спасибо за поддержку. Палыч, банишь! Палыч должен умирать. Но Нагу окружает в тот момент. Нага стреляет. Левел ап. Падает Нага. Четвертый Бладмейдж. Что по рабам у Соника? У Соника двое рабочих. И пять боевого лимита. Это форсир. Что? Я хочу на Соника посмотреть. Пошел добывать. Кинь! Вот это он забежал! Вообще круто было. Ты поставил, не запил там, не закликнулся, чтобы я не забыл. Все, отсюда фейс уже не выйдет. Класс! Пекинь! Все? Ну, он оценил мув Нитрона. Оценил. Красиво. Да, три лесопилки зашел в минеральную линию. Палыч столько жил, столько времени выиграл. Да, фасоник спокойный. Это удивительно. Удивительно. Ну, сейчас Соник, наверное, поставит эльфов. Потому что Нитрон не может менять расу, а Сонику критично сейчас, ну, брать следующую карту. Ну, видимо, пора. Ну, видимо, пора. О! Что? О! Что? О! Да, мы его вдвоем. Благодаря ООЗы переподписан 22 месяца. Черт, что-то я не туда зашел. Он должен играть теперь. Да, это какой-то баг был, кажется. Я нажал на кнопку присоединиться, а после только появилась игра, она не автоматически выбирает эту игру, а она какую-то старую фоновую выбранную. Время что-то случилось? СД нет, такой массовой проблемы нет, я не знаю. Докатнул бы по-быстрому. Да надо посмотреть игру. Сейчас посмотрим, давайте. Какая будет раса у Соника? А-а-а, если я проиграл... Надо эльфа вставить. Ну, вот, побрать. Что? Может, эльфами все-таки катнем? Он может взять эльфа и катануть меня. Не-не-нет, нет-нет-нет. К сожалению. Он не может расу менять. О, сейчас. Он... Он по правилам не может расу менять. Да. А, он не может. А, нет. А, нет. Точно. Он же выиграл. Тогда не может. Брать ту же расу. Он же выиграл. Надо считать правила. Не может брать кума, я обязан как параграф играть. Кем хочешь. Кем хочешь. Можешь играть. А я не могу сомневаться. Почему, 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 почему? Можешь. Он эльфа поставил. Ну, мать мне надо быть. Ну, е-мое. Зачем? Нет. Нет. А-а-а. Нет. Какой орк. Почитай правила. Игрок потепевший поражение в прошлом регрессе не может сменить расу. А-а-а. ППЦ. Сори. Блин. Тогда. Правила читай. Блин. Так. Первая игра серии. Проходит любой. Но, смотри, последующая игра не может выбрать трассу, которую выиграл хотя бы. А, потерпевший поражение в прошлой серии не может сменить. Ё-моё. Ну, согласен, блин. Ну, надо было эльфу брать тогда. Ну, что такое? Ну, как так? Все, гг. Черт. Пришел, все запутал. Миша, ну, как ты мог? Да нет, он все правильно сделал. Это я затупил. Хорошо, что он не повелся. Странные правила какие-то. Нет шанса отыграться. Да нет. Просто они начали нестандартно. Они начали не со своих родных рас. Играли бы эльф на эльф стандартно. А потом выясняли бы, кто круче играет с другими расами. Тогда ок. Эмадга, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Привет. Привет. Мигаил Владимирович. Мигаил. Я не забыл, что идем в сауну с волшебницами. Сам знаешь когда. Молодец. Кодировку помнишь. С меня, как всегда. Готовься. Коронавирус. Смрет выше 60 градусов. Так что жарить придется как следует. Ну, во-первых, 60 градусов. Я не знаю, что это за лайтовая банька, где у тебя там выше 60 жарить как следует. Во-вторых, стоит все-таки понять, что 40-ки могут кинуть инвиз в любой момент. Вот. Увидит тебя и вообще беспалевую. Вот. 60 градусов внутри, видимо. Не-не-не. Он говорит о температуре. Действительно, я слышал где-то информацию, что вирус не живет при 60 или 70 градусах. Вот. Но 60 градусов это на детской полке, там на полу, если ты сядешь. Вот там, там, да. И вирусов нет, и прохладненько. И матга. Соник вынужден сейчас играть так же орком против эльфа. Ну, а почему они не сыграли мирор эльфийский до начала? Потом бы выясняли, кто же, кто круче. Но с другой стороны, ну да, так было бы больше, больше матчей не, не своими расами. Без повторения. То есть там качели такие раз, два, три, четыре. Ну ладно, посмотрим. Так внутри же не 60 градусов в бане. Да, безусловно. Более того, вся температура, ну, естественно, не повышается. Только внешнее тело, это не сильно совсем. Ну и отцу задарили этот дистанционный термометр бошевский для измерения температуры там на стенках, в углах и прочее. Ну и, конечно же, начали мерить все подряд. Вот температуру на стенках на разных уровнях, температуру тела после того, как выходишь. Там поверхность только градусов 38, представляете? Ну, ты там сидишь 5 минут при 100+, а тело такое, ну, все нормально. Нейтрон выиграл по майнгейму. Нейтрон очень опытный в майнгеймах. Он тот еще машнатор, покерист и... Да, мы мерили температуру кота дистанционно. Мы там все замеряли, в общем. Температура камней. Чего там еще? Дров. Я в строительном купил такой пистолет, отказался в дальнометре. Да. Дальномеры тоже есть такие, конечно же. Очень удобная штука. Вот. Поэтому нейтрон сейчас чувствует себя как рыба в воде. Козел, арчи, отбиваться торка, который не... Ну, не такой опытный, опасный, как стандартный, там, не знаю, кэш какой-нибудь. Вот. Так что... Будут мелкие ошибки, будут возможности какие-то. Плюс у тебя еще мораль после победы. В прошлый раз. Ну, в прошлой катке. Я думаю, что для нейтрона это изи 2.0. Но для меня до сих пор остается загадкой, почему они не сыграли сначала эльф на эльф. Вот. Чтобы не было проблем с... Ну, с тем, что тебе придется играть не своей родной расы против гарантированной его родной расы. Так, вы хотя бы сыграете один раз так, один раз так. Ну, в смысле, сыграете родной расой. Даже если ты проиграешь в следующий раз, он уже не сможет ее выбрать. А ты выбираешь... Ну, ты выбираешь другую, да? Если я правильно понимаю. А, нет, ты играешь своей родной же, продолжаешь. Ты не можешь менять расу. Вообще халява. Это же гарантированно 1-1. Ну, почти. И потом он уже пикает против... То есть ты должен поменять расу. А он продолжает играть той, которая тебя выиграла. Короче, сложно, ребят. Это прям мне надо... Я еще пару раз прочитаю вслух вдумчиво правила. Мне кажется, что Соника просто... Соник тоже немножко запутался. Я не могу объяснить, почему не стоит начинать с... С... С не сильный рас. Нейтрон катает Соника в Мироре. Но он-то катает его... У тебя выбор. Либо ты катаешь с ним Мирор, либо ты потом играешь любой другой расой против его эльфа. А что? Я думаю, что шанс в Мироре у Соника больше, чем в... Выиграл, не можешь выбирать эту же. Проиграл, играешь тоже. Да, все отлично. Все логично. Так, по сути, первый играл, решила все. Ну, тут спокойно подрезается нога. Ей передается телепорт в последний момент. Отвоевывается. Ой, зря еще, кстати, здесь подходит ФС. Он отдает, во-первых, волка. Во-вторых, на следующий... Двух волков отдает. На следующей прикопке он может и остаться без телепорта, без персоналки с таким количеством здоровья. Рассчитывал, что он основу эльфа возьмет, чтобы в третьей... В смысле, в первой карте? Там нет возможности поменять расу в процессе. То есть, насколько я понял, определяется человек, который там черкал, ну, по какому-то порядку последний. Он выбирает расу, ты спокойно ставишь свою. Вот, то есть у них были в самом начале майнгеймсы по этому поводу. Но вот, возможно, в результате этих самых майнгеймсов и Соник пришел к Орде. Орда победит. СД, мне кажется, что у тебя просто блочатся какие-нибудь всплывающие окна или еще что-то. Я попробовал в другом браузере или отключить какие-то, ну, блокировщики. Что явно какой-то блок на твоей стороне. У нас каждый день по паре по тройке сотни регистраций новых, и жалоб никаких нет уже достаточно давно. Минусует виверну. Минус две виверны. Алхимик еле живой. Он просто решает поменять алхимика на... Кстати, передал ТП. А у ноги есть бутылочка. А знает ли об этом козел? Уже да. Да ладно. Ах, почти. Неплохо. В другом здраво здесь все нормально. Я тут подумал, что может реально блочат именно Google Chrome. Ну, там... Нет, в Google Chrome ты мог согласиться в определенный момент, что попапы всплывающие блочатся. Хотя у нас регистрация... Нет, если ты логинишься через какую-то социальную сеть, естественно, откроется именно служебная страничка этой соцсети, которую ты мог заблочить. Вообще, конечно, не стоит превращать в саппорт. Отвлекает это от комментирования. Очень много арчей сейчас у нейтрона. Армию игрока атакую. Очень много арчей теряет нейтрон на отступлении. Но он явно не хочет сражаться просто с пустым кипером и без наги. Став берет, чтобы арчу там спасти какую-нибудь. Но... Кажись, это тоже умрет. Да, последним укусом просто. Жалко арчу. Лимит-то равный, на самом деле. Но ситуация все равно очень хорошая. Именно у нейтрона. Да, алхимика почему-то сказал, что без наги не хочет сражаться. У него-то алхимик, какая нага. Второй барак добавляет. Появляются коты. Видимо, это ответ на... Ну, арчи были ответом на виверн. А коты ответ на рейдеров. Коты рейдеров разваливают в салат. Ну, плюс они лучше держатся против того же самого кипера, наги. То есть, чайник форкет. Пытается подрезать тролля. Перегруппировывать, потому что рейдеры подходят. И хочется на сетке здесь потеряться. Но позиция очень хорошая у нейтрона здесь. Смотрите. У него с одной стороны фокус. И он может позволить себе... Ой, книга мертвых. Прекрасный артефакт такой ситуации. Потому что рейдеры и не убивают книгу мертвых особо. Ну, у них там с уроном проблемы. И там еще милишный урон есть в книге мертвых. Плюс книга мертвых не диспелится. Учитывая то, что здесь диспел как такового нет. И создается своеобразная еще стеночка. В дополнение к котам. Ну, что рейдерам вообще сложновато пройти дальше. Поэтому, наверное, сейчас можно перейти в агрессию. Опять же, через магазин, через свиток лечения. Попробовать штампануть. Не продает, видите, Book of Dead. Потому что свичнуться и быстро сделать диспелс, когда ты играешь в два бестиария, довольно сложно. Блин, бедный Соник, конечно. Бедный Соник. Он должен догадаться, если будет 0-2, он должен заподозрить неладное, что он эльфам ни разу не сыграл. Вот это должно навести его на определенные мысли. Причем не Трон сыграл эльфами, а Соник не сыграл эльфами. Как? Так. Book of Dead. Может, через лагерь наемников пойдет тогда? Да, через лагерь наемников. Скоро спасать. Одеяние мага, став. Ставает козла, козла ловят. Да, телепорт нужно делать. Лечение пошло. Козел минус. Ну, правда, за козла он ответил. Потерял двух рейдеров. Я не понимаю, на самом деле, зачем ставать козла было. То есть, времени он особо не выиграл. Телепортироваться пришлось спустя там 2-3... Ладно, 3-4 секунды. Ну, добил он там нейтралов на этой точке. Но предмет-то он уже и так взял. Минус книга. Да, минус книга, но он зато прокрипил лагерь наемников. И... Оп. Диспл? Проверяет... Не проверяет экспант. Тут скелет-лучник проверял, видимо. Ждет козла. Козел на половине. Что-то нейтрон виспов не диспелит. Видит, что ставит соник базу. С такой армией не продавить вообще никак. Там лимита больше. На барак лезет, видимо, просто для того, чтобы... Может, там пилотч был какой-то. Еще потерял рейдера, к сожалению. Виверна харасит. Соник-кудесник. Развлекает, как может. Без ТП ху... А, нет, ТП есть, извините. У Наги есть ТП. Соник правильно пикнул. Если бы он выиграл оркам Альянса, нейтрон уже не сыграл бы эльфам. Ну да, но надо быть прям сильно уверенным в том, что ты выиграешь человека, у которого лучше все по второй расе. Ну хотя, я не знаю. Больше шансов, чем Мирори эльф. Ну, для того, чтобы сказать, кто прав, кто виноват, я думаю, надо побольше сыграть в таком формате матчи. Ну или спросить, что Арча лишняя. Она много ела просто. Одна Арча отбивалась от Виверны. Тут два волка. Хоп, сразу в хайт. Соник молодец. Харасит ее еще попутно делать бетоновские вышки. Армию игрока атакуют. Это черт в сенал еще или далеко? А, надо посмотреть по сяточке. В этом есть мысль, если ты больше веришь в победу на слабых расах, чем на основных. Я понял. Ну, по игре Соника в первой катке шансов шансов были, но шансов было не очень много. Хотя, если бы Нейтрон не не сделал такой финт ход конем, финт ушами с ламбермилами, может быть, и Соник дожил бы до того, чего хотел. Так, сейчас время вычищать бетонные вышки. Очень жалко, конечно, Сонику это все отдавать. Потому что дорого-долго строили с любовью, пион расстроен. Козла сразу при это самое телепортирует. Какой он дерзкий. Ну, у него инвул есть, конечно. Он делает, видимо, это для того, чтобы его не разводили на телепорт. Я понял, зачем он в первый раз стпшился. Ну, чтобы не было вот этих вот... Чтобы платил он за хотя бы минимум одним рейдером за набег за свой. А здесь он заплатил двумя рейдерами, волками и виверной. Просто минус 10 лимита. 50 лимита на 36. Соник планировал поставить базу, но что-то... Что-то тяжеловато идет. Пошел делать фортресс. Видимо, через шкатулку потом... Получается, Хавк с ТГВ не по правилам сыграли, Гоури. Что-то там тоже были какие-то проблемы? А какие там были проблемы? Проигравший... Что там проигравший? Проигравший не может менять расу. А почему не по правилам? Там уже был... Да, там было все, говорят. Первый матч был родными расами. Хавк... Хавк за Альянс, ТГВ за Нежить. Хавк выиграл. ТГВ продолжил играть за Андедов. Хавк... В Хавк поставил... Ёпресс, это я кого? Орков поставил, да? Он... Проиграл за Орков. И... Финалочка. Что там был? ТГВ поставил... Эльфов. Хавк играл за Орков. Как-то так, да? Так что... Вроде как норм. Берешь расу и играешь, и пока не победишь. Потом новый раз. Да. Пытается поставить экспанд. Я не верю, что в... В лобешнике есть какие-то шансы. Просто уровень героев там почти 5-5. Сейчас будет пятый уровень экипера. Нет, не хватит ему немножко уровня. Город в осаде. Ну как? Как вот ему пятого алхимика с третьей осидочкой? Экипера, который к пятому тоже идет. Отдолеть. На разводы рассчитывает. Телепортирует, просто став им одну Арчу. Светок лечения пропушить? Светка, кстати, нет. Но есть второе лечение у алхимика тоже, как вариант. Даже можно, наверное, наломиться. Минус магазин сделать. О, Батка. Батка. Пришла эльфийская вся вот эта вот гапша. Арчу раздраконили Виверны, между прочим. Переключается Нейтрон на Бороусы. А Соник не хочет с ним сражаться. Он пошел в разводы. Ловит козла, он подрезает рейдера. Ну и пора, видимо, тпшиться, нет? Арчу, если выстрелить по Виверне, то она умрет. Энтейн Вул. Не, старается... Как можно дольше старался Нейтрон понаходиться на вражеской базе, чтобы был хороший урон по... Козел наперед пошел. Отлично, минус два рейдера. Персональный стафф. Да, там стафф есть от Алхимика. И... Не, Нейтрон хорошо против разводов справляется, играет. И Слоу взял, и стаффы взял. И сплитится хорошо. У Нейтрона, правда, с лесом. Проблему нужно сейчас заказать у Испов прям впрок. Метко сделал. Или Шедро взять, да. Хороший вариант. Очень. Крейон говорит, чтобы в Торике доказать, что ты лучше, нужно победить и своей расы, и другой, исходя из этого, выгоднее всего в первом матче брать родную. Ну, тебе необходимо, да, кроме... Кроме победы за родную расу, да, одержать победу еще раз. Так и есть. И... Я опять возвращаюсь к... Ой, минус шахта. Ну, хотя, зачем эта шахта нужна, правильно ведь? А вот Мейн пригодился бы нам. Соник ставит вышек много. Хотя у него шахта тоже скоро закончится. Дальше будет Б5, нужно будет победить родной и двумя другими. Да ладно, Б5? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! С полуфиналов, видимо, Б5. Класс! Слоу-покт. Да-да-да-да-да-да! Соник сражается отчаянно. Хотя, казалось бы. 4-3, против 5-5. Алхемик на половину шестой. Нейтрон поставил еще... Экспанд, оказывается. Ну, может, не финал Б7? Там рас не хватит, наверное Хотя нет Хватит Как раз четыре расы Б7 финал, а? А вдруг Б7 финал? Так и есть Нет, Б3 Ну, есть еще шанс, кстати, сделать Б5 Черт Я думал, он над финалом Б7, но нет Может, в следующий раз горит Гравди Ладно, хорошо, а то фантазия разыгралась уже Б9 Ну да, Б9 надо на КВ или за Кобальдов развиваться А, нельзя использовать войска свои родные Только это самое Нейтральных Минус форсир тем временем Важное убийство сейчас произошло Потому что денег нет, как бы А лимита нет У тебя еще форсиры убивают И похоже, что Соник все-таки не Не сможет отбиться Виверна Падает Протектор прикрывает Давайте традиционно посмотрим За игрой Соника в самом конце Потому что там, кроме игры, будут еще комментарии Наго сейчас не уйдет, скорее всего Наго окружает Она делает форкет, делает телепорт Последний От оситки умирает Батка И Виверна, кстати, тоже может умереть Кликает очень хорошо Расстроился Соник Жалко Жалко Да, там прикрытый Сон Шредер Там одна оси дочка От алхимика, например, справа И еще умирают юниты Экспан не дают поставить О, там, вот минус Видит Ричард Привет, спасибо огромное От души Это по 3, а я проигрываю Ну, это по 3 И я ловлю 0-2 Там Сережа советует тоже эльфов брать Да, жалко Соник, к сожалению, покидает турнир О, там, ку-е